2022 год для литературного объединения «Рифма плюс» оказался богат на события. О них рассказали на праздничном заключительном в этом году заседании, прошедшем в Развилковской библиотеке. Члены клуба 25 раз были отмечены на различных творческих конкурсах, выпустили пять коллективных сборников и поучаствовали в двух региональных, издали множество собственных авторских книг. Но самое главное – «Рифма плюс» продолжает прирастать новыми талантами. В 2022 году к нам пришли новые люди, и среди них юная поэтесса, нами любимая Ассоль Сентекида. Больше всего наград за литературную деятельность в 2022 году получила член клуба «Рифма плюс» Тамара Селеменева. Коллеги по Перу поздравили писательницу с творческими успехами, а также недавним юбилеем. Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, мира и тепла, а также творческих успехов. Милее вас я никого не видел, а я немало в жизни повидал. Предшайший сплав ума и красоты, а заодно душевной доброты. Я здесь недавно познакомилась с удивительным человеком Тамарой Селеменевой. И я хочу поздравить ее с ее наступившим юбилеем и пожелать ей всего наилучшего, творческих успехов, открытий на литературном поприще, новых стихов, прозы, новых книг, новых знакомых и всего самого наилучшего в новом году. Тамара Селеменева также презентовала свою новую книгу «Живет, цветет акация», где собраны рассказы, написанные ею за последние четыре года. В книге немного страниц. В них мои воспоминания. Любовь к малой родине, родине привольный Кубанский край, моя мама, моя станица, соседи, речка и, конечно, мои любимые животные. Куда же я без них? Заседание получилось очень душевным. Добрые слова поздравлений, стихи, проза, шутки органично сменяли друг друга. Мастера пера и слова вскоре соберутся вновь в Развилковской библиотеке, но уже в новом 2023 году.